Население Ленинского округа увеличивается. Вместе с тем растет и статистика дорожно-транспортных происшествий. Конечно, это элементарная математика, но нельзя опускать и того факта, что и водители, и пешеходы стали менее внимательными. Особенно остро дела обстоят с детским травматизмом. Для того, чтобы разъяснить ситуацию, пресс-конференцию собрал временно исполняющий обязанности начальника госавтоинспекции муниципалитета Алексей Букин. Алексей Павлович, скажите, как сейчас в принципе обстоят дела с наездами на пешеходов и в частности с детским травматизмом? Пугать никого не будем, но ситуация, можно сказать, если не критическая, то близкая к этому. На придомовой территории, на пешеходных переходах, в том числе в темное время суток. Такой пункт правил добавили в правила дорожного движения, что должны быть светоотражающие элементы на одежде. Все этим пренебрегают. Результат – вред здоровью пешехода и непоправимые последствия для водителя. Избежать этого можно, если пешим участникам движения внимательнее относиться к мерам личной безопасности. Самый эффективный способ – светоотражающие элементы – крепить их на одежду или сумке. Если взять вариант, допустим, оранжевый, белый и желтый, лучше всего работает желтый сигнал, вот этот желтый светоотражающий элементик. Хорошее изобретение – это все-таки браслетик. Одевается он на любую одежду. У детишек в основном, да, сейчас на всех одеждах уже есть вставочки, есть нашивочки со светоотражающими элементами. У нас детки более обеспечены именно этими светоотражающими элементами, и они заметны на дороге. Дабы повысить популярность светоотражающих элементов и привлечь внимание всех участников движения к безопасности на проезжей части, 28 сентября в Московской области стартовал социальный раунд «Засветись». Должны граждане проникнуться, что дорога не прощает, никаких ошибок. Даже вот эта маленькая штучка желтенькая, она увеличивает процент выживаемости, процент заметности. Ежедневно в течение месяца госавтоинспекторы и сотрудники отдела пропаганды будут проводить ликбезы на тему безопасного передвижения пешеходов. В школах, детских садах, колледжах, на остановках и пешеходных переходах раздавать информационные листовки и сами фликеры. Помимо этого, наряды ДПС регулярно дежурят в местах массового скопления людей, на зебрах возле торговых центров и в утренние часы рядом со школами. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно этого.